Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы разбираем события и то, что происходит на финансовых рынках и анализируем, как эти события влияют на основные активы, которыми мы продолжаем спекулировать из недели в неделю. Поскольку сегодня вторник, мы стали еще ближе к долгожданному заседанию американского регулятора. Оно, собственно, начнется уже сегодня. Это двухдневное заседание, соответственно, итоги будут подведены завтра вечером. В четверг эстафету подходит уже Европейский Центральный Банк. Поэтому мы возвращаемся с вами вместе к старой, уже озвученной идее того, что мы как минимум можем настраиваться на довольно интенсивную волатильность. И она обязательно будет, потому что такие события не могут пройти без следно и остаться без внимания рынка. Сегодня в рамках торговой сессии нас также ожидают довольно интересные отчеты. Это рынок труда Англии. Как минимум, британец сегодня имеет все возможности показать дневной ход больше, чем одну фигуру, то есть больше, чем 100 пунктов. Если все пойдет в соответствии с тем сценарием, который был обозначен раньше, то британская валюта сегодня укрепится против всех основных конкурентов. Этот отчет будет вубликован в 11.30 по московскому времени. Спустя полчаса после этого, в 12.00, мы будем с вами анализировать данные от немецкой исследовательской группы ЗЮ. Собственно, это оценка текущих экономических условий, бизнес, оптимизма. Ну, я думаю, друзья, после пятничных провальных, это даже мягко сказано, данных по промышленному производству, провальных данных по динамике экспорта, было бы сейчас совершенно парадоксально увидеть хорошие показатели бизнес-оптимизма. Поэтому я на этот парадоксальный исход, в принципе, не настраиваюсь и считаю то, что в соответствии со слабой статистикой, бизнес-оптимизм должен сейчас быть под ударом. Поэтому сегодня я ожидаю слабые цифры для евро. И как раз этот отчет может стать еще одним сигналом, почему у Европейского Центрального Банка в четверг будет больше оснований все же не отказываться от той мягкой экономической политики, которая проводится уже много лет. Далее в 15.30 у нас данные по инфляции. Это тот отчет, который нас также готовит к заседанию ФРС. Для тех из вас, кто сомневается, действительно ли риторика американского регулятора будет очень жесткой, действительно ли вместо, и точнее помимо решения по росту процентных ставок, которые, я не сомневаюсь, будет принято, ставку повысить до 2%. Но параллельно с этим мы сможем еще рассчитывать и получить как доказательства обозначенных и ранее озвученных верных прогнозов того, что американский регулятор будет склонен к сохранению подобной политики и оставляет возможности для еще двух повышений ставки до конца этого года. Этот сценарий может быть сверхоптимистичный, но в отношении доллара мы как раз на этот сценарий сейчас и можем рассчитывать, всецело на него полагаться, потому что картина, на мой взгляд, только улучшается изо дня в день. Были геополитические факторы, риски, угроза для доллара, в частности, это и торговый конфликт, который для многих стал уже такой надоедливой темой и вот тоже обсуждая то, что происходит на рынке со своими коллегами, многие отмечают то, что то, что происходит в плане торгового противостояния США уже не так сильно влияет на рынки, потому что все, что было заложено в начале как негативный сценарий, в принципе, сейчас реализуется. И до тех пор, пока не появятся новые комментарии, какой-то обновленный новостной фон по этому вопросу, мы этой темы можем не касаться. Переговоры в Сингапуре, скажем, в рамках двусторонней встречи США и Северной Кореи пока проходят нормально, мы к этой теме вернемся. Ну, просто хочу отметить то, что этот новостной фон тоже начально расценивался как риск. Если что-то пойдет не так, соответственно, трейдеры снова начнут вводить капиталы в защитные активы. Но мы сегодня видим, как активно растет доллар, и это, опять же, вследствие того, что встреча началась на оптимистичной ноте, встреча многообещающая в плане позитива, и я думаю, что эта встреча в конце концов позволит преодолеть, скажем так, тупик по ядерному статусу в Северной Корее. Соответственно, мы сможем полностью сфокусироваться уже на двухдневном заседании и готовиться к тому, что завтра ФРС поднимет процентные ставки, а вместе с этим вверх поползут доходности трейдеров. Кстати, десятилетки на текущий момент находятся на уровне 2,95%. Я не сомневаюсь в том, что к концу завтрашней торговой сессии мы действительно сможем протестировать в очередной раз психологическую планку в 3%. По доллару, как вы понимаете, мы сохраняем обычный прогноз, поскольку того требует тот фундамент, который на рынке сложится. Помимо этого, в 23.30 классический отсчет по запасам нефти от Американского института нефти. Да, это не такая объективная статистика, как официальные данные от Минэнерго, но своего рода прелюдия довольно неплохая. Мы через этот отсчет будем готовиться с вами к статистике от Администрации энергетической информации. Ну, собственно, о запасах от Американского института нефти мы с вами детально поговорим уже в ходе завтрашнего брифинга. Ну а теперь чуть подробнее о том, что у нас происходит на рынке нефти 76.35. Это закрытие прошлого дня 76.43. Сейчас в целом мы продолжаем консолидироваться с Brent рядом с уровнем 76.5 долларов за баррель. Это уровни, которые мы с вами наблюдали в целом на протяжении практически всей прошлой недели. И трейдеры получают поддержку на признаках снижения производства нефти в Иране и Венесуэле. Но эта поддержка довольно оскромная. Однако, если мы будем все же анализировать динамику вчерашней торговой сессии, я думаю, что здесь можно засыпаться за фундамент, который имеет долгоиграющие последствия. В частности, распродажи Brent в рамках первой части вчерашней торговой сессии были как раз основаны на информации со ссылкой на Wall Street Journal о том, что в Саудовской Аравии собственно производство нефти выросло. И, по сути, лидер ОПЕК после двухлетней паузы, то есть с конца 2016 года, когда вступила в силу действия аналитического пакта, стали поднимать показатели совокупного производства. И за последние три недели добыча выросла на 100 тысяч баррелей, может быть даже побольше. А совокупный показатель сейчас уже составляет около 10 миллионов. То есть Саудовская Аравия практически вернулись к когда-то былым довольно высоким значениям. Я думаю, что производство нефти неуклонно продолжит расти. И, кстати говоря, Саудовская Аравия это не единственный ключевой нефтеэкспортер, один из ключевых игроков на рынке черного золота, который сейчас в меньшей степени уже соответствует обязательствам, характерным для аналитического пакта. И, мягко говоря, нарушают вот эти договоренности по тем квотам, которые были определены для них. Помимо Саудовской Аравии то же самое сделала и Россия. По данным Интерфакса, друзья, я думаю, что это данные, на которые стоит полагаться. За последний месяц производство нефти в России выросло до 11,1 миллиона. То есть мы можем сразу же сравнить этот показатель с той квотой и тем показателем, общим показателем добычи, которого должна была придерживаться, держаться Россия через сделку по снижению производства нефти, этот показатель 10,95. То есть сделаем вывод о том, что за прошлый месяц производство нефти в России выросло с 10,95 до 11,1 практически на 60 тысяч баррелей в сутки. Но в отношении России я все же думаю, что истинный показатель повыше. И производство нефти увеличивается уже давно. Поэтому сейчас, уже работая с этими подтвержденными данными, мы как минимум можем сделать вывод о том, что эта статистика, эти показатели явный сигнал того, что на рынке полностью созрели условия для того, чтобы изменить текущие договоренности аналитического факта. И заметьте, мы уже с вами не говорим о том, что решение, которое возможно будет приниматься 22 июня, максимум будет сведено к тому, что не нужно продлять сделку за пределы 2018 года. Мы сейчас говорим с вами о том, что редакция текущего соглашения, скорее всего, будет изменена. И произойдет это уже в конце следующей недели, 22 июня. В связи с этим потенциал для снижения цен на нефть сохраняется. И я рекомендую рассматривать только с такой точки зрения весь тренинг, который сейчас можно проводить на рынке углеводородов. Рубль 62.81. Мы уже с вами в одном шаге от сопротивления 63. Это все равно пока что еще не наша цель. Но полномерно движемся к уровню 65, где и будем фиксировать результаты наших длинных позиций. Доллар и японская иена. Я уже отчасти коснулся перспективы доллара. Еще раз, друзья, повторюсь, что встреча в Сингапуре между США и Северной Кореей пока что в нормальном ключе проходит. Мы можем смело отыгрывать через позитив для доллара. Да и сам доллар уже активно растет. Мы с вами ждем итоги завтрашнего заседания ФРС. Но предварительно сегодня будем анализировать еще данные по индексу потребительских цен в 15.30 по московскому времени. Посмотрите на прогноз. В целом на рынке достаточно оптимистов, которые полагают, что базовый индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и цен на углеводороды, на энергоносители может вырасти до 2,2%. То есть фактически выше того целевого ориентира, который изначально был обозначен регулятором. Цель в этом плане достигнута, сделана. Значит, нету никаких причин, за которыми можно было бы зацепиться и допустить возможность еще недостаточных условий для того, чтобы политику снова менять и делать ее более и более жесткой. Ждем решения о росте процентных ставок. Я думаю, что ралли с этим по доллару будет еще более выраженным. Мы сейчас доллар, японская и иены вместе с этим активом держимся выше 110.20. Друзья, я думаю, что можно замахнуться даже на закрепление пары выше 111.50 к концу этой недели. Почему бы нет? Ведь такой мощный фундамент. Доллар канадец 1.30. Сопротивление снова на экранах наших терминалов. Я надеюсь, что в этот раз оно будет успешным, то есть пара закрепится выше и будет, собственно, копить уже импульсы для движения в районе 1.33. Это цель максимум уже, можно сказать, с эффектом снятия сливок. Я надеюсь, что вы покупаете эту валютную пару вместе со мной. У нас новые вводные за минувшие выходные. Это риторика очевидного торгового противостояния, которое, возможно, вышло на совершенно новый уровень. Потому что стало ясно, что Соединенные Штаты Америки не будут делать послабления ни для одного государства, ни для одного региона. Трамп, кстати, очень жестко отозвался о премьер-министре Канады, господине Трудо, который назвал, собственно, мошенником и нечестным человеком. Потому что где-то кулуарно обсуждались условия, которые позволят, опять же, немножко сбалансировать торговый баланс между, собственно, Канадой и Соединенными Штатами Америки. Но, собственно, когда дело дошло до встречи Большой Семерки, господин Трудо об этих предварительных договоренностях почему-то забыл. В любом случае, наверное, не имеет значения, какие договоренности были. Самое главное то, что Трамп из Соединенных Штатов Америки в рамках вот этой встречи Большой Семерки, Трамп не смягчил и не снизил градус накала страстей. Он лишь ухудшил отношения с партнерами в рамках J7. Он также обозначил, что политика протекционизма, политика антиглобализации будет продолжена и дальше. Потому что Трамп, прежде всего, замотивирован, заинтересован в том, чтобы положить конец той несправедливости в мировой системе международных торговых отношений, которая сложилась в последнее время. И в этом ключе, конечно же, очень явные доказательства по поводу состояния торгового баланса между США и Канадой. Действительно, канадская экономика только за прошлый год заработала на сотрудничестве со Штатами больше 100 миллиардов долларов. И за это, кстати, цеплялся активно сам Трамп, доводя до своих оппонентов аргументы и доводы в пользу того, что теперь отныне американская внешнеэкономическая политика будет направлена на защиту национальных производителей. Мы будем следить дальше за тем, как будут обстоят переговоры именно того же самого соглашения НАФТО. Ну, я думаю, что, собственно, как мы и отмечали вчера, вы также уже можете сделать вывод о том, что, скорее всего, теплыми их дальше уже назвать уже не удастся. Поэтому по НАФТО неопределенность вышла на новый уровень, и эти риски мы с вами сейчас фактически обязаны закладывать в слабость канадца. Поэтому и цели 1.33, на мой взгляд, не то чтобы достижимые и реальные, они даже скромные. Потому что, если ситуация будет развиваться в таком же ключе, пара доллар-канадец снова будет уже претендовать на движение в районе 1.40. В общем, следим за этим. Фунт против доллара. Сегодня ждем данные по рынку труда. И хочу сразу предложить вам сделку. Балимец отметки 1.3320. Возможно, даже в последние минуты мы уже коснулись этого уровня. Если текущие кассировки даже ниже, рекомендую покупать эту валютную пару. Сегодня мы можем заручиться поддержкой данных по скромному росту заработных плат. Потому что эта статистика будет тут же сравниваться с достаточно показателем по инфляции. И на основании этого мы снова можем с вами вернуться к идее скорого повышения, точнее даже вынужденного и необходимого повышения процентной ставки. Какие данные мы сегодня можем увидеть? Я думаю, что если прирост заработных плат, включая премию, будет в районе 2.5-2.6%, это очень мало. Потому что завтра инфляция будет гораздо выше. И рассчитываю на такую логичную динамику британской валюты. И допускаю то, что завершить сегодняшнюю торговую сессию мы в принципе реально можем выше отметки 1.34. Европейский фондовый рынок восстанавливается. Основной оптимизм связан с тем, что все же многие пришли к выводу о том, что в четверг Европейский центральный банк лишь подтвердит свою приверженность мягкой экономической политике. Были еще и политические факторы поддержки. В частности, министр финансов Италии отметил, что новое правительство не будет поддерживать идею против евро. Соответственно, пока что погашены риски того, что Италия – это новый кандидат на выход из состава Европейского Союза. На такие комментарии рынок точно не был настроен так быстро. Поэтому реакция прежде всего последовала в рамках итальянских облигаций. И в целом по касательной задел уже оптимизм всего европейского сектора фондовых активов. Я предлагаю, друзья, сейчас посмотреть на индекс DAX 30, который в терминалах компания Markets значится по тикетам GER 30, и ориентироваться на то, что мы сможем добраться до планки в 13 200. Уверен, что мягкая экономическая политика, слабости евро и как раз отчасти новые вводные положительные по поводу политического кризиса в Италии будут стимулировать интерес к европейскому рынку в целом и отдельно по ключевым индексам. Из других инструментов рынок криптовалют мы давно его не разбирали. Сейчас можем снова обратить на него внимание и обозначить тот тотальный негатив, который разразился. Я думаю, что те из вас, кто следит за тем, что происходит на рынке цифровых валют, знают, что этот негатив связан с новым инцидентом кибератаки на одну из крупных бирж. Я бы не сказал, что это биржа из топ-10, даже из топ-20, но все равно биржа CoinRail является одной из значительных по капитализации. И сейчас на рынке обсуждают то, что украдено было около 40 миллионов долларов. Может быть, цифры даже еще выше, потому что это только предположение тех аналитиков, которые попробовали оценить масштабы, скажем, бедствия и разрушения. Сама биржа конкретно данных не дала. Как это произошло? Вроде бы как в результате этой кибератаки большое количество активов разных представителей криптиндустрии были выведены на холодный кошелек. Вы понимаете, что фактически сам факт вывода на холодный кошелек говорит о том, что все концы уже обрезаны. При этом биржа продолжает поддерживать крайне сейчас пессимистично настроенных инвесторов в том, что в ближайшее время каким-то образом они смогут вернуть, собственно, потерянные и утраченные активы. Но вы понимаете, что это, в принципе, невозможно. Это усугубляет также картину еще и продолжающееся закручивание гаек регуляции со стороны американских регуляторов, которые настаивают на том, чтобы биржи предоставляли более детализированную картину торгов, более детализированную картину работы по отдельным и, прежде всего, самым крупным счетам клиентским. Это делается для того, чтобы комиссии и, собственно, регуляторы могли следить за тем, как проходят процессы ценообразования. Прежде всего, могли следить за тем, что ни один из ключевых игроков не манипулирует рынком, потому что за это, конечно же, им придется внести серьезную ответственность. Я бы не стал сейчас рассматривать рынок криптовалюты с точки зрения позитива, друзья. Вы прекрасно понимаете и уже, наверное, на опыте помните, что от такого негатива, как кибератака на бирже, которая, в конце концов, заканчивается кражей и потерей больших пулов средства, это негатив, который правит рынком не меньше недели, даже нескольких. Поэтому сейчас, как бы не хотелось рассмотреть возможность основные криптовалюты подкупить, все же уверен, что тот же самый биткоин получит еще, скажем, остаточный эффект негатива, в результате которого котировки и вот эти донные минимальные уровни могут быть переписаны. Сейчас биткоин держится чуть выше 6700 долларов за одну единицу. Я думаю, что мы реально можем оказаться ниже 600-500 долларов уже в ближайшие дни. Из важных событий в целом мы уже поговорили, ждем рынок труда Англии в 11.30. Далее у нас статистика ЗЮ по настроениям в Германии, после этого данные по инфляции в США и замыкать день будет отчет от Американского института нефти. Друзья, остается только пожелать вам удачной, прибыльной торговой сессии. Как и всегда, не забывайте про необходимость жесткого money management, контроля рисков, использования остоповых ордеров, потому что на волатильном рынке это зачастую единственные средства, которые позволяют нам минимизировать потери. Мы можем быть абсолютно уверенными в том, что рынок поведет себя так, как вроде бы должен бы повести, но очень часто вся вот эта спекулятивная среда оказывается гораздо коварнее и расчетливее. Нам лишь остается строить долгосрочные идеи, которые не учитывают вот эти колебания и шоковое экстремальное состояние рынка, а позволяют оценить вот эту медиану тренда. И вот как раз в рамках этой медианы тренда мы с вами и стараемся держаться. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До завтра.